Здравствуйте! Губернатор Вадим Потомский утвердил государственную программу развития промышленности Орловской области, которая будет реализована с 2017 по 2025 годы. На развитие отрасли в регионе выделят более 21 миллиарда рублей. Предприятие модернизируется за счет своих собственных средств, но для того, чтобы оно более эффективно использовало эти средства и больше была активность в инвестиционной деятельности, мы в основном все эти деньги предусматриваем на субсидирование процентных ставок. То есть предприятие получает те самые дешевые деньги, о которых все говорят. Это первое направление. Второе направление – это создание фонда развития промышленности. По итогам государственной программы предполагается реализовать 12 инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленного комплекса, в рамках которых планируется создать более 200 новых рабочих мест. Областные парламентарии на октябрьской сессии внесли поправки в налоговое законодательство региона. Основная их цель – стимулирование инвестиционной деятельности. Законопроектом предполагается установление пониженной ставки по налогу на прибыль организации в размере 16% на период до 2020 года для организации, осуществляющих на территории региона производство строительной керамики. Кроме того, депутаты рассмотрели проект закона об установлении единой даты начала применения на территории Орловской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц. Это связано с введением в России нового налога на недвижимость. Он начал действовать с 1 января. Налог на жилье теперь будет исчисляться по кадастровой стоимости. К другим темам – ежемесячные социальные выплаты многодетным семьям увеличили на 400 рублей. В 2017 году в семьях, которых родился третий и последующий ребенок, она составит 9450 рублей. Эта сумма равна величине прожиточного минимума для детей, которые установили областные депутаты. Планируется, что в 2017 году получателями данной выплаты станут более 3000 человек. Всего на эти цели выделили более 350 миллионов рублей. В следующем году студенческие стипендии проиндексируют почти на 6%. Индексации будут проходить в ближайшие три года. С 2017 года она составит 5,9%. В 2018 – 4,8% и 4,5% в 2019 году. Как стать более экономными? На минувшей неделе этому орловских предпринимателей учились сотрудники Сбербанка. Мероприятие прошло в рамках недели сбережений. Всероссийская неделя сбережений весьма полезна оказалась и для орловчан. Главный банк страны проводит ее уже в третий раз. Как тратя продолжать экономить? Своими знаниями банкиры делились с клиентами. Проводим совместно с Министерством финансов Российской Федерации. И, собственно, ваше сегодня участие – это лишнее еще раз подтверждение тому, что бизнес-сообщество Орловщины вовлечено в проблематику финансовой грамотности. Финансовая грамотность – залог накоплений. А в России всего 33% знают, как и куда вкладывать сбережения, чтобы те приносили прибыль. Орловщане, пришедшие послушать, весьма положительно отзывались о мероприятии. Я работаю сам у себя. У меня маленькая организация. Хочу научиться правильно действовать в этой сфере. Очень важно сейчас, во время кризиса, сберечь то, что ты нажал. Сбербанк развивается, развивается. И вообще экономика. И очень все очень быстро меняется. Не хочется отставать от всего этого. О наполняемости финансового портфеля, о том, сколько откладывать от зарплаты и, главное, о необходимости накапливать финансы. Обо всем этом шла речь. Участие в инвестиционных накопительных программах, кстати, имеет гораздо большую процентную ставку, ежели вкладчик будет хранить средства на обычном сберегательном вкладе. На этом у меня все. Встретимся через неделю.